У нас загадок и мистических тайн. И кто знает, быть может пройдет время и появится у нас памятник первому русскому князю Мстиславу, который под псевдонимом Атилла забил последний гвоздь в гроб Великой Римской империи, умер на брачном ложе после свадьбы с очередной европейской принцессой и принес в Европу бумагу, адский огонь, а еще горячее сердце и манящее дыхание русских степей. Голова профессора Дуэля или собачье сердце. Большинство из нас истории, описанные в этих романах, кажутся вымыслом. Однако, как свидетельствуют архивы закрытых медицинских исследований, это далеко не так. Пересадка головы и даже оживление трупов – совершенно реальные факты. Мучительные поиски бессмертия и новых способов продления жизни – вот чем заняты сегодня лучшие умы человечества. 6 мая 1933 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала «Странный некролог». В нем сообщалось, что в Китае в возрасте 256 лет умер гражданин Ли Цинь Юн. Ошибки быть не могло. Возраст сверхдолгожителя подтверждали документы. Сохранились императорские записи о том, что власти Китая поздравляли Ли Цинь Юня с его юбилеями – 150-ти и 200-летием. Как человеку удалось прожить два с половиной столетия? А может быть, это еще не предел? Биографию китайского долгожителя подробно исследовали в университете Чинду в провинции Сычуань. Известно, что Ли Цинь Юнь практиковал дыхательные упражнения, а питался только рисом и травяными отварами. На его родине рассказывают о какой-то особой практике, которой Цинь Юня научил отшельник, проживший более 500 лет. Неужели есть способ остановить биологические часы, победить старение и даже смерть? И, кстати, очень многие ученые обращают внимание на то, что вот это отвращение человека к смерти, этот страх человека перед смертью, он говорит о том, что смерть является тем, что не должно быть свойственно человеку, что для него первоначально было несвойственно. О вечно молодых небожителях рассказывали в Древнем Китае, о бессмертных обитателях Олимпа в античной Греции. О великом Раме, который правил более 10 тысяч лет, слагали легенды в Индии. Так может, когда-то на Земле действительно обитали бессмертные? И почему мы сейчас не можем оставаться вечно молодыми? Или все-таки это возможно? Я не вижу ничего удивительного в этом. Вполне возможно, что можно дожить и 250, и 700, и так далее. На одной из знаменитых шумерских клинописных табличек указаны имена и периоды правления восьми царей. Первый из них, Эмен Луана, находился у власти 43 200 лет. Последний, Ибартуту, 18 тысяч лет. Как такое возможно? Ответ был найден в 20 веке. Советский ученый Иван Степанович Филимоненко сделал невероятное открытие. По сути, он доказал, человек может прожить даже не тысячи, десятки тысяч лет. Научная деятельность Филимоненко была связана с космической оборонной промышленностью. И на первый взгляд, отношения к поискам бессмертия не имела. Филимоненко здесь, под крылом Королева, Мишина и так далее. Их там целая плеяда, этих наших выдающихся конструкторов космических. Они перед ним просто поставили, перед молодым ученым поставили задачу сделать нам автономный генератор электроэнергии. И он им сделал. На топазах они были установлены и успешно отлетали, положив с руки. Филимоненко предложил новый способ получения энергии за счет реакции холодного ядерного синтеза. Он был одним из немногих, кто в СССР активно выступал против использования радиоактивного урана. Но почему? Данные, полученные в ходе исследований, шокировали ученого. Он обнаружил, продолжительность жизни человека напрямую зависит от радиоактивного элемента под названием изотоп калий-40. Распадаясь, он губит живые клетки. Если в организме человека содержится 245 граммов изотопа калий-40, то в среднем человек проживет 61 год и 7 месяцев. Но если уровень радиоактивных элементов снизить, к примеру, до 7 граммов, жизнь увеличится до 2500 лет. Артефакты, найденные на территории древнего шумерского государства, показали, содержание изотопа калий-40 тогда было меньше, чем сейчас, в 175 раз. А значит, жить древние шумеры могли в среднем 14 тысяч лет. Историки, вот в большом смысле этого слова, они знают этот факт изумительно о том, что действительно в табличках шумерских это все описано и в возрасте. А то, что Филимоненко, действительно, Иван Степанович, нам еще раз подчеркивает, что это надо увязывать именно с мизерным содержанием вот этого изотопного, изотопов, агрессивных изотопов, значит, в самом теле человека, да, это очень серьезная, так сказать, заявка к поиску истины. Полвека назад Иван Филимоненко разработал уникальные установки для нейтрализации радиации. Ученый ждал команды сверху, чтобы начать их производство. Получается, что можно было очистить от радиации отдельные регионы или острова, и на Земле появился бы рай, место, где человек мог бы достичь бессмертия. У человека есть свои циклы, биохимические, биофизические циклы, восстановление. Процессы это очень сложные, но, по крайней мере, Иван Степанович Филимоненко говорил, четко совершенно показывал, что эта проблема вполне резонная, она возможна ее решить. Надо этим заняться только. Но к чему приведет появление на Земле места, где можно жить вечно? Судя по сохранившимся шумерским преданиям, и в далекой древности бессмертие было уделом лишь избранных или богов. Боги обитали как раз в ореоле вечной жизни, на уединенном острове Тельмун. Шумерский текст рассказывает, что любой человек, который оказывался в Тельмуне, Тельмун, это в переводе с шумерского языка означает город жизни или место жизни, тот, кто оказывался там, становился бессмертным. Что это означает? А у него в течение короткого времени синхронизировались гибрации его энергосистемы, организма его с энергосистемой Земли. Происходил эффект консервации в течение биологического времени. Достичь бессмертия мечтал и Гильгамеш, пятый правитель Урука, столицы шумерского государства. Для этого он отправился в Тельму. Но боги не раскрыли ему секрет бессмертия. Вот мы знаем сказания о Гильгамеше. Это реально существовавший исторический герой, о котором сказано во многих источниках древних. Его мать была небожительницей, а отец был наполовину небожителем, а наполовину земным человеком рождённым. То есть его бабушка была, этого Гильгамеша, земная женщина, а отец, то есть он был тоже небожительный. И вот несмотря на то, что 75% крови у него было небожителей, его продолжительность жизни была очень короткая. Возможно, что в глубокой древности действительно существовало отдельное место, полностью защищённое от радиации. Создала ли его природа, или обитатели Тельмуна позаботились о себе, пока остаётся загадкой науки. Посёлок Гусь-Железный, Рязанская область. На местном кладбище есть необычная могила. В отличие от остальных надгробий, на этом установлен не крест, а колонна на ступенчатом пьедестале. Рядом ещё один странный символ – пирамида. Здесь был похоронен Андрей Баташов, помещик и крупнейший столепромышленник 18 века. Дело в том, что в 80-е годы здесь проводились раскопки специалистами. И интересный момент состоял в том, что могила Баташова оказалась пуста. Но куда могло исчезнуть тело Баташова? В этих краях уверены – Железный король вовсе не умер. Почти два века назад он инсценировал собственную смерть и отправился странствовать по миру. Философ и автор книги по истории алхимии Олег Фомин Шахов именно здесь, в усадьбе, нашёл разгадку тайны, которую оставил Железный король. Дом в старину был длиннее, а сейчас здесь всё, как мы видим, снесено. И дальше открывается проход, так называемый Страшный сад. Название Страшный сад этому месту дали крестьяне. Здесь лютый помещик сурово наказывал тех, кто плохо ему служил и даже казнил провинившихся. Поместье Баташовых когда-то было обнесено высокой крепостной стеной. Часть её ещё сохранилась. Стены, которыми Баташов оградил свою усадьбу, они защищали его от посторонних любопытных глаз. И в каждую минуту 150 егерей следили за тем, чтобы никто не проник на эту территорию. Если кто-то узнавал слишком многое, бросали в мешок с камнями и пускали в воду. То есть исказ был короток. Но что так тщательно скрывал Баташов? Оказывается, на территории усадьбы находились входы в подземелья. В советские годы большинство из них засыпали землёй. Были случаи, когда в подземных лабиринтах пропадали дети. Олег Фоминшахов полагает, именно в подвалах, в которые ведут эти ходы, помещик занимался алхимией. Философский камень – это красная субстанция, тяжёлый красный порошок, который при добавлении в основные металлы превращал их в золото, а при употреблении свинным спиртом вовнутрь давал человеку полное оновление и даже, по некоторым сведениям, бессмертие. Андрея Баташова при жизни упорно называли фальшивомонетчиком. Но, скорее всего, помещик не чеканил золото, а получал его с помощью алхимии. Известно, что после этого столепромышленник оставил гигантское по тем временам состояние около 7 миллионов рублей. Вероятно, он синтезировал всё это золото на пути к своей главной цели – философскому камню, дарующему бессмертие. Я думаю, что Баташову не было нужды получать философский камень с целью подзаработать. Его железоделательные заводы и так приносили колоссальную прибыль. Это была военная машина. Вся Крымская война была на Баташовском железе выиграна, на его пушках, ядрах. Баташова интересовала только бессмерть. Секреты алхимии Баташов мог узнать от хорошо ему известного Ивана Елагина, великого мастера масонской ложи. Именно этот орден возродил алхимическую традицию. Судя по надгробью Баташова, сам он также состоял в масонской ложе. Дело в том, что после смерти Баташова спустя уже много-много-много лет и даже десятилетий была найдена потайная комнатка, где Баташов хранил все свои масонские регалия. Там обнаружили его фартук, перчатки, наугольник, циркуль, всю масонскую атрибутику. Знания по алхимии масоны передавали только избранным членам тайного общества. Но откуда сами они могли узнать рецепт философского камня? В разных уголках земного шара люди во все времена искали способы продлить свою жизнь. В Китае сохранились легенды о снадобье матушки Сиванму, эликсире бессмертия, на Ближнем Востоке о персидской воде Абихаят. Но всегда ли способы достичь бессмертия были столь безобидными? Венгерская графиня Елизавета Батари в своем чехтицком замке принимала омолаживающие ванны из крови убитых девушек. В 1610 году преступления чехтицкого чудовища были раскрыты. Но известно, что в средние века такими дикими методами пытались продлить свою жизнь и многие правители. Проводились такие жуткие вещи, когда действительно им ванны на протяжении долгих годов наполнялись кровью маленьких детей. Это было страшно. Это была опять-таки вера и опять-таки попытка обрести бессмертие. Мы также знаем, что различные попытки обрести бессмертие связаны с пересадками органов. Новая Гвинея самый крупный тропический остров планеты. По величине он уступает только Гренландии. Здесь, в непроходимых джунглях, до сих пор сохранились неисследованные европейцами территории. Западная часть острова вообще закрыта для туристов. Кинодокументалист Олег Алиев, единственный из россиян, уже 20 лет наблюдает за жизнью местных племен. Я всегда, живя с этими народами долгое время, задавал себе вопрос, почему в разных регионах планеты, посмотрите на карте, где находится Новая Гвинея, это океания, где находится, скажем, Тибет или Бутан. Совершенно их разделяет гигантское расстояние на разных концах планеты. А мифы и надежды примерно одинаковые о каком-то вечном бессмертии. Папуасы очень быстро стареют. Средняя продолжительность жизни здесь 35-38 лет. Сказываются тяжелые условия. Джунгли, жара, стопроцентная влажность. Способ достичь бессмертия, который веками практиковали некоторые племена Новой Гвинеи, сегодня находится под строжайшим запретом. Это охота за головами людей. Папуасы верят, каждая отрезанная голова врага, она дает силу тому охотнику, который ее получил. То есть вот душа из тела, практически вот такой тип бессмертия, убитого человека, переходит к охотнику, который владеет этой головой. За всю свою жизнь охотник собирал до 20-30 человеческих голов. Их обрабатывали специальным способом и обязательно показывали соплеменникам. Еще в 80-е годы прошлого века правительство Новой Гвинеи организовало экспедиции в джунгли, чтобы пресечь попытки возродить этот ритуал. Странная традиция, две с половиной тысячи лет назад существовала и на другом конце земного шара в Южной Америке. На территории Перу были обнаружены черепа со следами трепанации. Вероятно, на эту операцию пациенты шли добровольно. Частично кости черепных коробок заменяли золотыми пластинами. Но с какой целью это делалось? Зачем было так рисковать? Специалисты считают, все дело в золоте, точнее, в его свойствах. Древние цивилизации использовали чистое золото с минимальным добавлением примесей. Дело в том, что стопроцентно химически чистое золото, если мы говорим именно об этом, стопроцентно химически чистое золото имеет качественно другие характеристики. Это уже не просто металл. Это качественно-химически другое вещество. Оно убивает раковые клетки в организме человека. О свойствах золота, по всей видимости, хорошо были осведомлены боги и правители Древнего Египта. Биохимик Ольга Листопад полагает, что солнечные боги Ра, Атон, Гор действительно могли излучать сияние, о котором говорится в мифах. Для отражения инфракрасного излучения на кожу они наносили золотую пыль. Более того, египетские боги могли принимать очищенное золото в пищу. Они ели так называемый белый хлеб, изображение которого можно встретить на любой фреске в Египте, конусы такие. Почему белый хлеб? Потому что мелкодисперсное золото обладает таким коэффициентом светоотражения, что оно выглядит практически белым. Мелкодисперсное золото, именно это нано, наверное, уже золото, оно растворяется в организме человека, в отличие от более крупного золота и нехимически чистого. До наших дней сохранились папирусы, в которых правители соседних государств, обращаясь к египетским фараонам, подчеркивали, золота в твоей стране много, оно как пыль. Но откуда это золото взялось? В 20 веке власти Египта приглашали английских химиков исследовать артефакты из гробницы Тутанхамона, чтобы определить месторождение древних рудников. Результаты оказались неожиданными. Во-первых, золото было подвержено очистке, и определить место его добычи уже невозможно. Во-вторых, около 8% артефактов содержали 99% чистого золота и только 1% примесей. Получить его можно лишь путем электролиза. Но была еще интересная вещь. Несколько артефактов были изготовлены 100% химически чистого золота. Что можно сделать только алхимическим путем трансмутации металлов. И даже электролизом это сделать невозможно. Артефакты из гробницы Тутанхамона доказали. Древние египтяне занимались трансмутацией золота, другими словами, алхимии. Неужели в этом и был секрет величия и долголетия фараонов? Элкемия. Наука из страны Кеми. Элкемия – это Египет. То есть фактически алхимия переводится как египетская наука. И не более того. Слово «химия» появилось позднее. Просто сокращением слова «алхимия». В Париже в церкви Сен-Жак-ля-Бушери вплоть до 18 века проводили поминальные службы в честь некого Николя Фламеля. Хотя жил этот человек еще в 14 веке. Чем заслужил покойный такую честь? Оказывается, размер пожертвований, которые Фламель оставил церкви и госпиталю, был столь велик, что о благодетели помнили на протяжении нескольких веков. Самое удивительное, что родился Николя Фламель в бедной семье. Работал общественным писарем, но неожиданно баснословно разбогател. Он приобрел материальное имущество, которое сравнялся по статусу с самим французским королем, чем даже заинтересовалась местная налоговая инспекция. Потом, опять же, по легендам, он не умер, он шел куда-то на восток, где странствует до сих пор со своей супругой. Считается, что Николя Фламель сумел получить философский камень. С его помощью он превращал неблагородные металлы в золото. Французский алхимик советовал для этого использовать землю и медь. Его английский коллега Джордж Рибли предлагал раскалить и медленно выпаривать ртуть. Что это? Средневековая ересь или подобное превращение все же возможно? Какие этапы нужно пройти, это все описано символическим языком. Есть классические этапы в алхимии Негредо, Альбедо, Рубедо, Черное, Белое, Красное. Поэтический язык алхимии ее символы понять во все времена могли лишь посвященные жрецы или члены тайных обществ. Современная наука доказала, превращение одного химического элемента в другой возможно. После бомбардировки ядра альфа-частицами свинец превращается в талий. Талий в ртуть, а ртуть в золото. Вот только на практике ученым осуществить это удалось лишь в прошлом веке. Но откуда знания о трансмутации металлов появились сначала у египтян, а потом и у европейских алхимиков? Согласно древним преданиям, секреты алхимии людям передал древнеегипетский бог Гермес Тресмегист. Гермес Трижды Великий это непонятно кто. С одной стороны, его упоминают как божество, пришедшее на землю. С другой стороны, египтяне говорят о целой последовательности очень высоких существ, которые приходили под именем Гермеса. Откуда приходили. Сам Гермес говорит о том, что он не излагает эту мудрость, а передает ее людям, намекая на то, что она существовала и до него. Египтяне, шумеры, древние греки в своих священных текстах все они говорят, как строить города, совершать религиозные обряды и даже правильно питаться их научили боги. Именно благодаря вмешательству извне древние цивилизации совершили существенный скачок в развитии. И работая с текстами, у специалистов всегда складывалось очень двойственное ощущение присутствия каких-то двух, а то и трех сил, я бы сказал, трех представителей, трех уровней. Местное население, жреческая каста, как правило, пришла, и те, кто передавал знания этой жреческой касте. Их называли в разных текстах по-разному, у каждого народа было свое название. Но совершенно очевидно, что это были какие-то пришельцы. Но кем были эти пришельцы? Неужели земляне могли общаться с представителями других планет? Ведь даже в 21 веке выйти на связь с инопланетянами так и не удалось. Древнешумерские тексты подтверждают, много тысячелетий назад люди владели удивительно точными данными об устройстве нашей Солнечной системы. Ну вот, если мы посмотрим древнешумерские сказания, то к своему удивлению, большому удивлению, обнаружим, что Земля имеет порядковый номер 7. Марс, находящийся дальше от Солнца, имеет порядковый номер 6 и обозначен в виде звезды Давида, шестиугольной. Земля в виде семи точек. Значит, планета Фаэтон, которая в настоящее время не сохранилась, она идет под номером 5. Есть версия, что по этой шумерской астрономической карте можно определить, какому народу выходцы с той или иной планеты могли передать свои знания. Так звезда Давида испокон веков считается символом еврейского народа. А сегодня она размещена и на флаге государства Израиль. Предки семитов, в частности, к которым относятся и евреи тоже, они прибыли с Марса. То есть это, да, это тоже наши ближайшие родственники земные, но длительное время они находились как бы в изоляции и приобрели какие-то новые генетические признаки, которые в настоящее время вот изучаются. И раньше я относился к этому, в общем-то, с улыбкой, но сейчас вот накапливается все больше сведений, что действительно вполне возможно, что это и так. В 2012 году американский марсоход Кьюри Осити прислал новые фотографии с поверхности Красной планеты. По словам ученых, судя по снимкам, на марсианской горе Шарп есть геологическая аномалия, схожая по своей структуре с Великим Каньоном в США. Земляне с каждым годом получают все больше доказательств. Когда-то Марс был обитаем. Так может и другие планеты населяли более развитые цивилизации, и контакты с ними для землян когда-то были привычным делом. Замедлять биологическое время люди могут и сегодня. В Индии верят, бессмертные, не выдавая себя, могут находиться среди самых обыкновенных людей. Согласно этим мифам, на Земле уже больше двух тысяч лет живет легендарный Бабаджа. Родился он в третьем веке до нашей эры в среде священнослужителей Брахманов. Сейчас Бабаджа предпочитает находиться в Гималаях, но время от времени появляется в разных регионах Индии. Он относится к числу, такая есть линия 18 ситхов, которая популярна очень на юге Индии. И вот все, кто принадлежат к этой линии, они считаются бессмертными. Но как ситхам удалось достичь бессмертия? И может ли современный человек повторить это чудо? Разгадать тайну ситхов люди пытаются уже не одно столетие. Изучают йогу, дыхательные практики и индийскую алхимию Расаяну. Индийская, в отличие от западного направления алхимии, своей главной задачей всегда считала трансмутацию, преображение тела самого алхимика. Они могут даже плюнуть на что-то, и вот плевок превратится в золотой, к примеру. Но это связано не с чисто техническими их операциями, а потому что они самих себя преобразили до этого. То есть они себя уже превратили, по сути дела, вот в таких вот возвышенных, наверное, бессмертных существ. Задержаться в мире людей, остановив время, человеку будет дозволено лишь для благих целей. Так считают все восточные традиции. К примеру, буддистский великий учитель Нагарджуна достиг бессмертия, чтобы передать последователям вероучение Махаяны. Раньше была, значит, Хинаяна, «Малый путь», потом, значит, вот появились сутры, которые нашел, принес, и адаптировал, и широко распространил Нагарджуна. И вот этот Нагарджуна, он писал книги на протяжении там полутора тысяч лет. С перерывами большими там. По 800 лет он где-то отдыхал, куда-то гулял. Согласно индийским легендам, сами боги искали способы продлить свою жизнь. В древнеиндийской Ригведе, созданной около трех тысяч лет назад, рассказано о неком напитке богов. Он назывался Амрита. Способность излечивать все болезни, даровать молодость и даже бессмертие приписывали также камню Чинтамани. Боги когда-то решили укрепить свое положение, в том числе физическое, и извлечь напиток бессмертия, который тогда еще, значит, не существовал, из вод молочного океана. Стали они его пахтать огромнейшей горой, которая была установлена на панцире черепахи, и из вод океана стали появляться разные полезные вещества, в том числе вот этот самый напиток бессмертия и, среди прочего, мани или Чинтамани, камень. По одной из версий, камень Чинтамани находится в стране Шамбала, вход в которую пока закрыт. Что касается Амриты, то ее секрет уже разгадан. Во всяком случае, так считают надхи, последователи одного из древнеиндийских ведических течений. Они уверены, что Амрита есть в каждом человеке, и находится она внутри нашего черепа, сразу после рождения эта жидкость начинает медленно капать вниз, пока не вытечет полностью. Преодолеть смерть можно, лишь создав плотину на пути Амриты. Они используют самые разные средства, в том числе язык как-то удлиняет себя, он там внутри глотки туда к черепу поднимается. Язык такой длинный, что они могут достать от макушки головы. Этим языком они плотно затыкают отверстие. Считается, что в этом случае они достигают бессмертия. Какими бы странными ни казались эти поверья, необычно длинный тонкий язык – отличительная черта и индийского бога смерти – Ямы. Эту статуэтку профессиональный путешественник, член русского географического общества Александр Редько, привез из очередной экспедиции. Много лет он изучает традиции и философию Востока. Вот это гневное обличие бога Ямы. Как вы видите, он в виде такого монстра. В руке у него варджа, то есть символ перехода из одного состояния в другое. Но у него могут быть и мирные обличия у бога Ямы. Потому что, повторяю, бог Яма несет смерть. Но смерть – это не гибель. Нельзя отождествлять эти два понятия. Смерть в понимании мира Ямы – это начало. Исследованию Тибета Александр Редько посвятил 10 лет. Во время одной из экспедиций он совершил ритуальный обход вокруг знаменитой священной горы Кайлас. Случайная встреча у подножья этой горы заставила его поверить в то, что бессмертны среди нас. Мы встретили одного из паломников. И он нам среди прочих, так сказать, рассказок на привале поведал о том, как он вместе с сыновьями, со своими, защищал крепость Гьянзе от англичан. А было это в 905 году. Мы смотрели и с трудом представляли себе этого достаточно маложавого, жилистого человека, ну, на вид лет 50-60, да? А получается, в 905 году. Как это может быть? Одна из версий гласит – на Земле есть особые места, где время словно растянуто, жизнь протекает медленнее. И если в этих вневременных капсулах человек проводит часть своей жизни, он может застать несколько исторических эпох, прожить несколько столетий. Исследователи полагают, что такие места – это гора Кайлас, а также долины Спити и Кулу в Индии – мека-последователей всех школ йоги. Шесть лет назад мы провели экспедицию в Индийскую долину Спити. И на границе с Китаем в пяти километрах находится монастырь Гью, разваленный монастырь. А сейчас там застава пограничная. 30 лет назад, когда строили Пагаус, один из солдат ударил киркой в землю, и кирка оказалась окрашена чем-то похожим на кровь. Они раскопали и обнаружили сидящего человека, ламу, судя по останкам истлевшей одежды. Тело ламы весило 7 килограммов. Из него как будто испарилась вся жидкость. При этом все органы – нос, уши, губы, кожный покров оказались целы. Было установлено, что этот лама – правитель монастыря Гью, живший 550 лет назад. Но как его телу удалось уцелеть? Почему за много сотен лет, нарушая все законы, физики, оно не разложилось и не истлело? На мой взгляд, вода человеческого организма переходит в новое неизвестное состояние, четвертое состояние воды, то есть вязкая вода. Да и легенды тибетские говорят о том, что ой, как вода много значит для того, чтобы тело стало вечным. Известно, что великие ламы умели входить в состояние самадхи. Это своеобразная самоконсервация. Считается, что душа в этот момент покидает тело, но их все еще связывает некая невидимая нить. Как это возможно? Восточная традиция рассказывает о серебряной всепроникающей нити му. Она невидима глазу и может проходить через любые препятствия. Когда нить му прерывается, наступает смерть физического тела. Ламы научились растягивать нить му. Он садится в позу лотоса и свое я проводит по энергетическим каналам, по срединному каналу и выводит его из брахмаранха. Это у нас здесь такая дыра брахма в макушке головы. Вводит его из, как бы направляет его к высшему духу. При этом тело его остается в неподвижном состоянии. В Потоле, во дворце Далай-ламы, покоятся нетленные тела высших лам правителей Тибета. Сам дворец – гигантское сооружение шириной около 500 метров, высотой более 100. В нем 999 комнат. Сложнее всего попасть в центральный зал, святилище. Александру Редько это удалось. Он видел 11 ступ, трумов, вокруг которых монахи непрерывно ведут медитативную молитву. Тела их законсервированы, биологические часы остановились. Они не идут, тело не стареет, но оно и не распадается. Это не мумия, это живое тело, лишенное воды. Может оно ожить? Да, при определенных условиях. То есть ему должна вернуться душа и искра, туха, зажечь эту душу. Для чего? Видимо, для тех же самых целей. Чтобы сохранить знания, чтобы сохранить какие-то практики буддизма. Самые древние каменные саркофаги на Земле – это Нанду и Астапад. Они находятся возле священной горы Кайлас. На Тибете верят, что внутри них расположены огромные залы. Именно там до сих пор хранятся тела учителей человечества. Тех, кто передавал знания людям. По мнению известного офтальмолога и исследователя древних цивилизаций Эрнста Мулдашева, в этом хранилище могут находиться и представители предыдущих цивилизаций. Оно нужно для того, чтобы существовал на Земле генофонд человечества. Тот самый генофонд, который может выйти из гималайских пещер. И если мы с дуростью, например, если будет ядерная война, погибнем все, то эти люди и древние. Там есть и лемурийцы, там есть и атланты, там есть и мы. Лемурийцы. Эти люди выйдут из глубоких гималайских пещер и дадут новый росток человечеству. В гималайских пещерах, по словам Мулдашева, может храниться генофонд четырех предыдущих цивилизаций. Продолжительность жизни наших ближайших предшественников, атлантов, могла достигать 300 лет и более. А лемурийцы были фактически бессмертны, так как умели менять свое тело на новое. Вот, например, значит, есть скульптура очень древняя. Это скульптура индейцев в Мапучи, в Чили. Вот эту скульптуру я видел, когда человек, как змея, меняет свою, ну, не шкуру, а меняет свое тело. Но куда подевались останки представителей предыдущих цивилизаций? Не могли же они просто испариться? Такое вполне возможно, полагает Мулдашев. Он провел научную экспедицию в Сирии, Ливане, Египте, Турции и Греции. Его группой были обнаружены похожие саркофаги – прямоугольные гробницы из массивных каменных плит. Как переводится слово саркофаг? Саркас – это плоть с греческого языка. Фагас – с греческого языка пожирать. По сути дела, саркофаг переводится как пожиратель плоти. И по греческим легендам, причем весьма серьезным легендам, значит, из этих легенд явствует, что если тело человека, умершего, положено в саркофаг и закрыто, прочитанное определенное заклинание мантры, то через 40 дней тело человека и сливает, и остаются только зубы. Больше ничего. И из этого саркофага вылетает такой бестелесный шар. Еще одна экспедиция Мулдашева на остров Пасхи закончилась тем, что исследователь выдвинул интересную гипотезу. Люди стали смертными только после того, как были построены знаменитые каменные истуканы острова. Возможно, это чипы смерти, изменившие генетическую структуру людей. То есть, как мы говорим, вот мы, врачи, говорим, значит, в тела был введен так называемый генапоптоза. Генапоптоза по-другому ген смерти, где закодирована предположительная продолжительность жизни. А эта продолжительность жизни зависит от чистоты нашей души. Согласно Библии, человек был создан по образу и подобию Божию, то есть бессмертным. И только после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, люди узнали, что такое смерть. Кто знает, возможно, именно тогда ген, отвечающий за полную регенерацию наших клеток, и был искажен. Сегодня ученые показали, что, в принципе, человеческая клетка может жить вечно. По сути дела, это своеобразный перпетру мобили. Но почему-то эта клетка запрограммирована, как будто бы кто-то ей ввел, как в компьютерную программу, лимит, рамку до 120 лет максимум. Библия сообщает, что пророк Муфусаил прожил 969 лет. Другие ветхозаветные патриархи 600-800 лет. Более того, оказывается, в те далекие времена люди совершенно не старели. Так в Торе сказано, хотя Авраам был стар, выглядел он молодо. И куда бы он ни пришел вместе со своим сыном Ицхаком, люди не знали, кому первому оказать почести. Именно Авраам попросил Господа изменять внешность стареющего человека, чтобы было видно, кого нужно почитать. Ветхозаветные тексты в свое время проанализировал выдающийся советский генетик Юрий Петрович Алтухов. Эти сведения помогли ему выявить интересную зависимость. Чем позже у человека появлялись дети, тем дольше он жил. И там есть две родословные, где четко прописано от Адама до Ноя, Фара, там две родословные, что вот эти ребята Мафусаил и другие, которые жили до 900-970, они, значит, впервые, первенец у них был там 120-140. То есть четко прослеживается корреляция. Алтухов выстроил логарифмическую кривую, что люди, которые библейские рано заводили детей в 60 лет, они, соответственно, 300 лет проживали. А которые позже созревали, они дольше жили. На нашей планете и сегодня есть нестареющие долгожители. Морской окунь, голопогосская черепаха, синий кит. Если каким-то организмам удается прожить более 200 лет и оставаться молодыми, может, и человек способен продлить свой век. Заведующий лабораторией Института биологии и развития Российской академии наук Валерий Зюганов считает, что сохранить молодость помогут короткие пептиды. Их источником может быть, к примеру, моллюск-жемчужница. В природе он значительно увеличивает продолжительность жизни лосося, подселяясь к нему в жабры во время нереста. Он симбионт, потому что он отменяет программу старения вот этой красной рыбы. Она не дохнет, не умирает, у ней все язвы заживают обратно, склеротические бляшки рассасываются, кардиомиоциты в сердце снова восстанавливаются, нормализуется гормональный фон. Пептиды – изобретение, полученное в ходе военных разработок. В конце 80-х годов Минобороны создало секретные лаборатории, где ученые должны были синтезировать препарат для повышения физической способности солдат. Была создана лаборатория биорегуляторов. Цель была разработка препаратов, повышающих боеспособность личного состава. В то время был Афганистан и Чернобыль, то есть все вот эти дела, подводный флот. То есть как было и чем было бы возможно повысить боеспособность, то есть повысить, если хотите, тот же синтез белка, то есть повысить функцию людей. Владимир Ховенсон был первым, кто решил эту проблему. Ученый обнаружил пептиды, вещества, на основе которых был создан уникальный препарат – Вивокс. Клинические испытания показали, что прием пептидных биорегуляторов повышает работоспособность и невероятно быстро восстанавливает клетки. Более того, эти вещества приводят к омоложению организма. Секрет препарата в уникальном белке, который ученые выделили из органов молодых животных. Из телят, вначале из органов иммунной системы, потом из мозга, из печени, из половой системы, выделили активные вещества. Эти вещества оказались пептиды. Что такое пептиды? Пептиды – это маленькие белки. И поэтому эволюционная роль пептидов колоссальна. Они являются индукторами, или, если хотите, включателями, стартерами, значит, так сказать, синтеза белка в тканях и органах. Разработка российских ученых нашла применение не только в военной, но и гражданской медицине. Фармакологи добавили пептиды в капли, лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. Препараты, которые были нами выделены из различных органов и тканей, оказались крайне эффективными. Они повышали иммунитет, восстанавливали функцию мозга, далее восстанавливали, так сказать, хрящевую ткань, половую систему. Такого лекарственного препарата не существует более нигде. Ни в США, ни в Европе. Владимир Ховенсон уверен, что его разработка продлит жизнь целого поколения. Доктор медицинских наук считает, что каждый орган стареет по своей программе. Если обеспечить организму комплексный уход, питание, режим дня, сом, то можно отложить немощную старость и, как следствие, смерть. Современная наука возлагает надежды на полную расшифровку генома человека. На сегодняшний день генетиками составлена лишь элементарная азбука. Сложные связи пока не изучены. Но это дело ближайших лет. И тогда удастся существенно увеличить продолжительность жизни. Вот сейчас выделено 30 тысяч генов структурных и регуляторных. Но еще больше в три раза генов так называемых молчащих. Мусорная ДНК ее называют. А в природе глупости не бывает никогда. И ничего лишнего. Вот этот балласт, он тоже какое-то значение имеет. Вот когда генетики разберутся в этом, тогда можно будет уже говорить о том, что кардинальное увеличение продолжительности жизни возможно. Врач восточной медицины Анатолий Циденов считает, что о своем долголетии можно позаботиться уже сегодня. Тибетская медицина ставила достаточно сведений. Согласно этой традиции, человек состоит из водного, эфирного и огненного тел. С помощью медицины и восточных практик, активизировав свое огненное тело, даже почтенный старец сможет снизить свой биологический возраст до 26 лет. Но бессмертие представителям предыдущих цивилизаций все же обеспечивало не огненное, а эфирное тело. В отличие от нас, они состояли в основном из тонкой субстанции. Первый раз они эфиросодержащие, вторая тоже эфиросодержащая, но меньше эфира было. А когда пришли лемурийцы, это уже были плотные физические тела, содержание эфирной оболочки, эфирного тела у них уменьшилось, атлантов еще меньше стало, а у людей арестской расы мы пришли к совсем маленькой эфирной оболочке. А эфирная оболочка, соответственно, следующая оболочка идет, тело огня или тело времени, оно у нас тоже уменьшилось. На сегодняшний день официально старейшей жительницей планеты считается француженка Жанна-Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Долгожителями называют и тех, кому исполнилось 90, и даже 80. То есть вот человек, это слово чело, век, голова, чело и век, то есть 100 лет. Это максимум, который биологически ему отведено. Уже в ближайшие десятилетия продолжительность жизни людей может существенно измениться. В 2007 году человечество вошло в так называемую зону сингулярности, которая продлится до середины века. В чем она характерна? Здесь перестают работать законы не только медицинские, но и биологические, общебиологические, политические, законы какой-то науки и так далее, и так далее. Эта зона сингулярности готовит нас к переходу к новой расе человеческой. Но как в будущем изменится продолжительность жизни? Сократиться или, напротив, увеличиться? Каким будет следующий оборот спирали, по которой развиваются цивилизации на планете Земля? Человечество придет опять к атлантам, к расе атлантов. Раса атлантов, как вы знаете, обладала очень сильными психическими возможностями. Они могли телепатически общаться, они могли лечить любое заболевание, не прикасаясь к телу. Они могли заниматься телепортацией, левитацией и так далее, и так далее. То есть возможности атлантов были очень огромны. Древние тексты предупреждают, прежде чем придет новое время, людям предстоит пережить немало тяжелых потрясений и природных катаклизмов. После этого на Земле вновь настанет золотое время. Кто знает, может тогда человеку будет отмерен не век, а целое тысячелетие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова